Дорога на улице Юная не видела ремонта очень давно. Ямы и колдобины, грязь и лужи. Сами жители пытаются шутить на эту тему, но проблема остается проблемой. Уходишь, постоянно подскальзываешься, падаешь в лужи. Вот у меня друг был, Саня. Ходили с ним осенью по этой дороге, он один пошел. Все, нет, Саня, пропал без вести. Проблема, вот друзей теряем на этой дороге. Ну, сделайте что-нибудь. Вложиться в ремонт готова Елена Равяткина. Ее и соседские дети ходят в школу по этой дороге каждый день в любую погоду. В межсезонье они не расстаются с резиновыми сапогами. Проблемно это, конечно, мягко сказать. Она в ужасном состоянии, потому что это сейчас, да, вот снег еще больно ничего не видно, выровнялось. А так это осенью, весной, это вообще невыносимо. Дожди, когда летом, это лужи, это вот куча всего, вот это грязи. Ну, это, ну, я даже не знаю, как это все объяснить. Мы очень сильно хотим, чтобы нам сделали эту дорогу, чтобы мы зажили, как белые люди. Жители Юна и своими силами неоднократно пытались привести дорогу в порядок. Щебень, асфальт и снова щебень. Все это оказалось временным решением. В ремонте сейчас нуждаются около 300 метров пути. Вдохновившись тем, что жители соседних улиц участвуют в программе поддержки местных инициатив, мы тоже решили участвовать в ППМИ-2022 и заасфальтировать дорогу на нашей улице от проспекта Комсомольского до 19-го дома. Инициативу поддержали все жители улицы и даже устроили день соседа, чтобы и познакомиться поближе, и собрание очередное провести. К участию в проекте подходят активно, готовы даже отсыпать дорогу щебнем своими силами. И рассчитывают только на дополнительное финансирование, чтобы на улице в ближайшее время наконец-то появился новенький асфальт. Александра Котикова, Сергей Мешков. Время новостей.